Полторы тысячи молодых людей ожидают этой осенью на призывных пунктах республики. Армейское начальство отдаёт себе отчёт в том, что нынешняя кампания будет связана с определёнными трудностями. Сложности вы сами знаете какие. И то, что сейчас происходит в стране, именно этот конфликт, вооружённый конфликт в Дагестане, естественно, усложнит нашу работу. В смысле? Ну, естественно, мамы всячески будут препятствовать. Вот. Ну, аргументировать будут, естественно, бойню за сына. То есть придётся здесь вот большая чисто организаторская работа. Призывать юношей из Карелии будут самые различные рода войск. Фотография широка. Я одним словом могу сказать во все. А если конкретно, то и пограничные, и сухопутные, и радиотехнические, вот, и военно-морской флот. Вот. Скажите, есть ли какая-то система, я не знаю, вот, контроля за тем, куда попадают наши призывники, если это Дагестан или что-то? Естественно, система контроля существует. Сейчас мы знаем конкретно, где находится каждый призванный нами парень. И работаем, чтобы это дело привести под соответствующий указ президента. Сегодня же на сборном пункте в Петрозаводске состоялось совещание с участием районных военкомов и членами медицинских комиссий. Руководил совещанием председатель республиканской призывной комиссии, первый вице-премьер карельского правительства Виктор Масляков. Он тоже говорил о необходимости сегодня следить за судьбой каждого карельского призывника. За каждым молодым человеком, за каждым призывником мы будем внимательно следить, потому что сегодня очень много сделано и в частях правительства республики Карелия, и военными комиссариатами, и органами местного самоправления, для того, чтобы наши ребята служили на тех частях, которые являются большинствами в республике, и самое главное, те, которые находятся на территории республики Карелия. Другая проблема – состояние здоровья молодых людей. По мнению Виктора Маслякова, местная власть в районах не уделяет ей должного внимания, о чем говорит хотя бы уровень организации детского питания в школах. В то же время, например, в Петрозаводске в 1998 году лишь один из пяти призывников отправился с призывного пункта в армию. Многие из тех, что остались, остались как раз по причине слабого здоровья. Не менее важно и послеармейское устройство молодежи. Правительство озабочено тем, чтобы демобилизовавшиеся юноши не пополняли ряды безработных. Что же касается проведения призывной кампании, то в этом вопросе есть и чисто бытовые сложности. Ряд районных комиссариатов нуждается в новых помещениях, а в медицинских комиссиях не хватает некоторых специалистов.